В России началась масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Добровольная вакцина-профилактика пройдет и в нашей республике. 403 дозы вакцины уже на этой неделе поступят в медучреждения Карачао-Черкесии. На какую категорию граждан будет распространена вакцина, расскажет Александр Коваленко. Кто-то скажет, дождались, а кто-то настроен негативно. Но вакцинация добровольная, и начнется она с представителей первичного звена. Врачей временных ковид-госпиталей, педагогов, соцработников, сотрудников МЧС и МВД. Между Минздравом Карачао-Черкесии и Минздравом Российской Федерации было подписано соглашение на вакцинацию в этом году 403 человек. 42 из числа медработников уже привиты. Ну а следующей на вакцинацию, на очереди, по мере ее поступления в прививочные кабинеты медучреждений, будут все желающие жители нашей республики. В каждой медорганизации у нас есть прививочные кабинеты. И все пациенты по спискам, по заявкам, им будет проводиться вакцина-профилактика в зависимости от показаний, конечно, в первую очередь. Если пациенты уже перенесли какое-то заболевание, допустим, инфекционное заболевание, это грипп, это ОРВИ или ковидную инфекцию, то спустя несколько месяцев им уже разрешается прививаться. Это тоже рекомендации министра здравоохранения. Перед этим будет проверяться их иммунитет, антитела. И если иммунитет будет снижен, количество антител будет снижено, то у них будут показания для проведения вакцины-профилактики. Противоковидная прививка будет сделана исключительно по медицинским показаниям врача после подробного сбора анамнеза у пациента. И пройдет она в два этапа с интервалом в 2-3 недели. Как и у всех прививок, у этой тоже есть противопоказания. Это есть и перечень хронических заболеваний, это и возрастные есть рамки, в пределах которых не проводится вакцинация. Она не рекомендуется детям до 18 лет, не рекомендуется лицам пожилого возраста и имеющим аллергические реакции на белок. Ну а пока все еще в ожидании очереди на прививку, врачи продолжают настоятельно рекомендовать носить маски, исключить посещение мест массового скопления людей. Ведь ситуация в нашей республике остается напряженной. Несмотря на то, что количество выздоравливающих увеличивается, число заболевших сохраняется в пределах 95 человек в течение недели. В действие приведены все временные госпиталь Карачаева-Черкесии. На случай увеличения больных к работе готов и резервный госпиталь, который находится в Карачаевской районной больнице. Резерв коек у нас достаточный, свыше 33%. Поэтому все медицинские работники находятся в полной готовности к приему больных. В полном объеме лечения получают и амбулаторные пациенты, больные COVID-19. Им предоставляют бесплатные противовирусные препараты согласно индивидуальной схеме лечения. Амбулаторное лечение проводится нашим пациентам, состоящим на учете в медицинских организациях наших учреждений. В первую очередь лекарственные препараты получили пациенты, проживающие в городе Черкесске, потому что их больше. И они были обеспечены противовирусными препаратами в достаточном количестве. Но это был первый транш лекарственных препаратов. Второй транш будет 7-8 декабря. И у нас все остальные медицинские организации получат препараты уже в достаточном количестве. Если человек не получил, ему надо обратиться к участковому терапевту, позвонить в регистратуру. Также врачи призывают не затягивать с лечением. И при первых же симптомах, таких как недомогание, головные боли, ломота в теле, повышение температуры, кашель, а также потери способности ощущать вкус и запах, незамедлительно вызвать участкового терапевта или фельдшера скорой помощи. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия.